Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Первое, наверное, на что я хотел бы обратить ваше внимание, это сумасшенькая. Она у вас очень низкая, она у вас крайне низкая. Она, в общем-то, отражает такое негативное... Я бы даже сказал, агрессивное отношение вас самой к себе. И, соответственно, люди это не могут не чувствовать, а люди это не могут не замечать. И, значит, соответственно, относятся к вам вот так, как относятся, именно не очень хорошо. Дальше, проблема следующая в том, что вы выдаёте свои собственные суждения, которые призваны подкрепить вашу позицию по тому или иному вопросу за объективную оценку. Хотя вы, как и любой другой человек, не объективны. Этим самым вы подкрепляете и объясняете свои позиции жертвы. В данной ситуации, а вот уже позиция жертвы, толкает вас в психологическую игру данного. Когда вы, с одной стороны, не хотите возвращаться в нищету, а с другой стороны, вы, если останетесь на этом месте работе, то, по вашему мнению, не заработаете себе психосоматику и вообще не хотите, как бы, так вот работать. Сейчас, и тупик. И, как бы, важно другое, что этот тупик позволяет вам не делать ничего, не делать выбор. Ведь если вы сделаете выбор, вы ошибётесь, а если вы ошибётесь, ну, скорее всего, вы будете плохой. Так, по крайней мере, я думал. Так вы себя считаете, эээ, так вы считаете. Вообще, вообще, на работе, в принципе, любить вас не должны и относиться хорошо к вам тоже, как известно, шипите. И вообще, очень важно, эээ, разобраться с тем, как вас это задевает. Как вас это задевает, чем вас это задевает и, соответственно, чтобы вы как-то были поустойчивее и так далее. Поустойчивее, поестественнее, вот. Дальше, необходимо, как-то свои интересы развиваться, потому что если на работе вас интересует то, как вам относятся люди, и как они себя к вам ведут, потому что люди, и, в общем-то, приходят на работу в первую очередь работать, дорабатывать деньги, например, или реализовываться в зависимости от целей, то это уже, мягко говоря, свидетельствует о том, что у вас, эээ, Именно в рабочей сфере происходит сосредоточение других мотиваций, предназначенных для несколько иных сфер. И как бы их слишком много, за это выведет себя не совсем естественно, что в свою очередь провоцирует как бы воздвижение барьеров между людьми, потому что люди чувствуют, что через все напряжение, чувствуют, что вам достаточно много как бы такой вот энергии накопленной, непонятно как она разрядится, соответственно люди предпочитают вас избегать. Ну как в принципе люди избегают того, чего не понимают и прочее прочее. Необходимо разгрузить вот этот вот мотивационный такой груз, который у вас имеет место быть и как бы раскрыть его по сферам, чтобы в каждой сфере была своя мотивация, чтобы эта мотивация не мешала вашему естественному поведению, чтобы раскрывали, чтобы были с собой, чтобы вы соответственно получали ту обратную связь от окружающих, которая естественна. Вот. Ещё хочется сказать, наверное, по поводу цели, то есть цель накопить на коинную квартиру в принципе хорошая, спора здесь нет. Как и то, что вы не хотите возвращаться в нищету, тоже в принципе всё логично, всё понятно. Но видите, судя по тому, что вы плачете, судя по тому, что вы задаете вопрос, как-то не очень, мягко говоря, похоже на то, что по вашим ощущениям деньги стоят тех усилий, которые вы тратите. То есть вам кажется по-другому. Обычно, если человеку кажется, что та цена, которая плачет адекватно, то у него не вызывает вопрос. Ну да, мне тяжело. Ну да, я там испытываю трудности. Ну да, мне как бы вот, мне нелегко. Но это того стоит. И всё, и человеку в принципе достаточно. В вашем случае, очевидно, это того не стоит. Я полагаю, что вот это вот следование за целями, которые вы, вероятно, сами не совсем разделяете, да? Вот, ну это, в случае, такой, своего рода камень протекновения, да, своего рода противоречия, ну, вашего, внутреннего, вашего, собственно. Вот. Которое, на мой взгляд, нужно решать, потому что, в противном случае, вы так будете в позиции жертвы, будете ждать, что вас из этой позиции вытащат, там, там, кто не вытащит этот тест, вот, и там спрашивают, подскажите, как быть, вот, как быть, как быть, как быть, чтобы что. Это очевидно, что нужно сделать какой-то выбор, очевидно, что вам не нужно разрешить претворять этот внутренний конфликт, вот. В этом можно помочь. Вот. А заодно и ваши личностные трудности тоже помочь подкорректировать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи.